Всем привет, это Омай Арт, и мы сегодня с вами идём в Институт искусствознания. Покажу вам выставку, на которую уже невозможно прийти, она закончилась, но выставка мне так нравилась, что я решила её вот хотя бы в таком виде для вас сохранить. А ещё мне очень хотелось поговорить с Катей Щегловой. Сегодня Five Arts для Кати Щегловой, кроме того, что она художница, она ещё и художник-постановщик в кино, на кинопоиске, у неё у-у-у, какая фильмография, она ещё работает в театре, и, собственно, первый мой вопрос был такой, кто ты, Катя? Мне всегда было важно переключаться и делать разное, при том, что на самом деле это всё довольно похоже, потому что это просто разные инструменты какого-то художественного высказывания. По сути, мои декорации и вообще работа с театральной, все мои работы, они абсолютно какие-то для меня просто, ну, такие арт-объекты, какие-то перформативные практики, инсталляции, вот. А единственное, что, ну, актёрская работа, она, конечно, совершенно отдельная, но она просто обеспечивает, ну, как бы, она обслуживает какую-то важную субличность мою, которую, которой не хватает всего, ну, всех остальных этих форм. Мне сложно поэтому вообще определить себя, мне нравится, что меня много, и хотя бы, когда ты совсем... Ты думаешь, так и будет продолжаться, в принципе, или... Ну, я думаю, что да, ну, потому что... Ещё потому что всё такое ненадёжное, и от всего можно устать. Ну, и как бы, когда ты художник-мастерской, ты просто суперодинокий, это такая... Вот, да, у меня этот вопрос ещё связан нисколько даже с самоопределением, а с тем, что это очень разное, и всё равно ты говоришь, что похоже, но для меня это всё-таки разные практики. Вот есть мастерская, где ты, ну, в принципе, одна, и ты что-то делаешь, да? А когда ты актриса, и вокруг... Ну, я, наоборот, супер не одна. Сценограф, наверняка, ты работаешь в команде, да, тем не менее, всё равно. Я иду в свою эту мастерскую, где я абсолютно одна, вот, и в такой грязный такой нааре своей рабочей копошусь, как такой зверёк, абсолютно теряя вообще контакт с внешним миром, то есть мне максимум, что я могу сделать, это в какой-то момент мне всё-таки надо поесть, поэтому я заказываю еду, и я с курьером даже не ай-контакт, как бы, стараюсь, потому что я абсолютно выпадаю, и когда ты долго в таком состоянии, с одной стороны, оно довольно продуктивное, потому что ты очень в каком-то таком своём мире, с другой стороны, конечно, как человеческому существу мне становится сильно тоскливо и тяжело, и так как всё равно у меня есть огромная социальная часть, которая испытывает потребность в взаимодействии с людьми, мне хочется работу с людьми. И вот кино – это максимально противоположное, потому что ты очень сильно интегрирован в бесконечный человеческий контакт, и человеческий, и художественный, потому что все твои художественные дела, они тоже про то, что ты в коллаборации, ты как бы вместе с другими делаешь произведения, ты часть большого какой-то большой штуки. Даже если тебя всё бесит через твою агрессию к внешним окружающим тебя вещам, у тебя тоже ты проявляешь какие-то штуки. А что больше всего может бесить художника, постановщика в кино? I like everything. В смысле вообще всё. Это чудовищная работа. Я уже стараюсь не брать проекты вообще, я уже беру по одному проекту в год, потому что я ужасно люблю своих коллег, но просто, особенно русское кинопроизводство, это просто такое… то есть оно тебе может обеспечить выгорание, примерно вот как бы hold my beer. Как всё прекрасно, как я соскучилась по площадке. Hold my beer, просто дайте мне три дня. А есть, можно как-то определить, вы какие-то, я не знаю, более сложные задачи для художника-постановщика, или менее сложные? Может, зависит от эпохи, которую вы снимаете, ещё что-то? Я, во-первых, совершенно не люблю исторические картины, я никогда не взаимодействую ни с какой эпохой. Самое плохое, что там есть, это просто жлобство, то, что запускаются с заниженным бюджетом, когда на самом деле нет денег на то, чтобы снять то, что придумано, но чтобы запуститься, говорят, что они есть, запускаются, потом ни на что не хватает денег, и получается, что это такой кризис-менеджмент бесконечного перекладывания ответственности друг на друга людей. Как художник-постановщик я работаю просто 24 на 7. Художник-постановщик – это же тот человек, который может одновременно что-то искать, смотреть, учиться, при этом тут же может прибить что-то, я не знаю, притащить. По идее, художник-постановщик не должен ничего прибивать, на самом деле это как бы… Так же, как сейчас художнику даже не обязательно уметь рисовать. Ты можешь уметь что угодно, дело не в этом. Но художник-постановщик – действительно такая мультидисциплинарная работа, когда, с одной стороны, ты просто кризис-менеджмент – это главное, чем ты занимаешься. Ты принимаешь все главные решения, ты можешь руками, в принципе, не делать ничего, ты просто руководишь другими людьми и решаешь, что делать. И когда спрашиваю, а что делает художник-постановщик, он рисует картины, которые висят в кадре? Нет. Он как бы… Ну, в том числе, он, например, решает, висят они там или нет, чужие картины. И он придумывает просто все, где это происходит. Он просто сочиняет мир, в котором происходит фильм. Это главная его работа. На самом деле первое произведение – это «Криминальное чтиво». Это просто первое произведение искусства, которое, можно сказать, как-то вытащило меня из литургического сна и произвело на меня настолько неизгладимое впечатление. Я посмотрела его на видеокассете, когда мне было 13 лет, благодаря своему папе, который, вопреки всем, значит, порядкам семейным, он все-таки решил показать мне этот фильм. Хотя там употребляют наркотики, курят, ругаются матом, занимаются сексом. Естественно, была кассета какая-то с таким вот переводом, который они купили в переходе или там взяли в прокате. И он мне показал этот фильм. Для меня это был какой-то абсолютно, сейчас я понимаю, какой-то момент религиозного пробуждения, потому что я долгое время не понимала, в чем даже дело, но на меня оно произвело такое сокрушительное впечатление, просто как на человека, что просто жизнь никогда не могла быть прежней после этого. И я довольно долго находилась в капсуле моего переживания этого кино, продолжая свою ежедневную, рутинную жизнь. Но я все время как будто бы была в соединении с этим фильмом и я почти каждый день смотрела хотя бы кусочек из этого фильма, мне надо было смотреть каждый день. Ты до сих пор ждешь фильмов Тарантино? Я его ужасно люблю, его фильмы имеют какое-то абсолютно роковое значение для моей жизни, потому что в очень какой-нибудь тяжелый момент в моей жизни выходит его новый фильм, и он очень всегда почти меня вытаскивает из этого какого-то уже абсолютно отчаянного состояния. Например, когда вышла убить Билла, я жила в Петербурге, тогда я была просто буквально на грани суицида, у меня было абсолютно жуткое состояние, у меня какой-то был ужасный внутренний кризис и непонимание, что же мне вообще, как мне жить в этой жизни, что мне делать. Тут выходит убить Билла, и примерно это было так, что ну как бы ладно, сегодня я еще не буду умирать, все-таки он в среды в кинотеатрах, я посмотрю, и потом я приму снотворное. Примерно вот такой был момент, и тут он выходит, я захожу в кинотеатр, а выхожу, я просто такая, ну что, блядь? Как бы, в смысле? Как бы умирать? Что? Кто? Где? Нет, вообще не важно, все, это все не про это, жизнь это вот это, жизнь это вот там, конечно, ну как я могу не работать в кино, это настолько важная, какая-то часть. Когда начались живописные работы? Я никогда особо, ну то есть я рисовала, конечно, как все дети рисуют, и все родители говорят, что это так классно, что ты рисуешь, и ты как бы что-то рисуешь, но я не училась в художке, я начала рисовать, только когда мне исполнилось 17 лет, когда вся моя семья уехала на дачу, и у меня была внезапно на ровном месте, в выходные паническая атака, мне вдруг показалось, что все умерли, что-то случилось, что все попали в какую-то катастрофу, и главный ужас моего, то есть абсолютного эгоизма, был даже не в том, что просто все умерли, а в том, что я осталась абсолютно одна в мире, и это абсолютный ужас. И я помню, что у нас дома валялись краски, которые кто-то, дедушка там оставил, ну, в общем, что-то такое, то есть у меня были какие-то художественные материалы дома по какой-то причине, и была фанера, вообще у меня было очень много фанеры, потому что папа строил стенной шкаф, и я украла у него панель и нарисовала там какую-то картину, лицо какое-то, естественно, нарисовала, вот, и это настолько меня, я настолько охренела от этого рисования, потому что я никогда этого не делала, и это заняло меня на несколько часов, потому что я совершенно не понимала, как это делать, что как раз когда я закончила, приехали мои родственники с дачи, родители, сестра, и все, и паническая атака была как бы обнулена таким образом. Все живы. Но потом в какой-то момент я поехала учиться рисовать, ну, уже еще там, года три я просто срисовывала всякие свои любимые картины на этих досках папинах, которые потом вызвало, это вызвало скандал семейный, когда он обнаружил, что я испортилась в панели для стенового шкафа, но он мне купил фанеры на рынке и дал, и я дома рисовала, срисовывала с открыток, у меня были открытки, там были все Пикассо, при Рафаэлиты, Климт, и еще 20 век, короче, всякий Матисс, вот, и я просто картины, которые мне нравились, потому что до этого я даже не очень увлекалась живописью, а тут вдруг я стала чувствовать, что мне нравится картина, но она мне нравится настолько, что я не понимаю, как ее употребить, ни съесть, ни выпить, ни поцеловать, вот как с тех, которые я не могу с ней сделать, а мне хочется ее как-то присвоить, ну, то есть, что-то сделать с ней, и в итоге я стала их срисовывать, и только сразу срисовывала их, довольно большого размера, вот это единственное, что сразу проявилось, что я просто бралась вот такие открыточки, и делала копии такие под два, ну, вот на этих больших фанерах, там, 150 на сколько-то там. Второй художник, Элизабет Пейтон, вот есть такая художница, американская, я случайно в Лос-Анджелесе, видела альбом, для меня, как для ребенка из семьи советской интеллигенции, альбом, это все, все, бабушка все говорила, только никому не давай вдруг заиграть, играют, то есть это как бы, это главный капитал семьи, это художественные альбомы, как у всех советских людей, и вот я вижу огромный альбом в твердом переплете, Элизабет Пейтон лежит, и я купила этот альбом, привезла его из Америки домой, и он просто тоже стал какой-то моей Библией, потому что меня настолько, она сильно тоже меня как-то поразила, именно кривизной, вот при нем главное, это бесстрашие кривизны, и какая-то бесконечная свобода, потому что она рисовала с фотографий, и даже не со своих фотографий, а, например, с фотографий папарацци в прессе, или с кадров из фильмов, и настолько в этом не чувствовалось, как бы, страха, вот этого неточности, или как, что-то настолько как-то вот просто, как будто она взяла, и как-то как пошло, так и пошло, и при этом это что-то фигуративное, и это похоже, но при этом это так просто и криво, что меня это как-то ужасно раскрепостило, то есть я до этого, у меня там какой-то период, у меня любимый художник был Рембрандт, вот когда у тебя любимый художник Рембрандт, то ты просто, вот такой глыбой ходишь, как ты что-то нарисуешь особо, когда у тебя любимый художник Рембрандт, просто лезть и умереть, вот, а тут как бы настолько это, да, освободительная какая-то практика, и вот сейчас она в Москве, в Грессе, и удивительно, что ее привезли, и там есть где-то работ 5 или 6, висит ее, я недавно была там, и удивилась, что вот она там есть, и что они оказались такие крошечные в реальности, вот, я у нее очень много сперла, я просто, я обожаю, я как раз хотела спросить, что очень многие мне боятся отвечать на вопрос, а кто у них, я все украду, я вообще считаю, что надо все украсть, у всех, это лучшее, что ты можешь сделать, просто не болтай, укради все, потому что ты попробуй все укради, тут еще такой вопрос, это мой любимый анекдот, где ученик там снимает, кто дебютную работу, говорит, ой, вдруг, я так волнуюсь, вдруг у меня, вдруг случайно получится, как у Чаплина, и он мучает, и говорит, не волнуйтесь, у вас, как у Чаплина, не получится, в смысле, что укради все, хотя бы постарайся, в лучшем случае у тебя получится украсть, я у нее, мне очень понравилась манера Элизабет Пейтон, что она, во-первых, как, ну это уже было совпадение, потому что она, как и я, рисовала на фанерах, а не на холстах в основном, мне тоже нравилось, я очень с большим трудом перешла на холсты, потому что я не люблю мягкую тряпку, а люблю твердый материал, и она тоже рисовала на деревяшках, я думала, что это потому, что я бессмысленный бомж, а оказалось, что не только я так делаю, а просто другой художник, совершенно не связанный со мной, тоже пришел к этому, мне понравилось, что она грунтует гипсом и акрилом белым, очень густо грунтует эти деревяшки, что у нее получается, что это уже часть работы, то, как грунт лежит, я стала акрилом все грунтовать и красить по акрилу, потому что такая белая основа, она дает такое очень сильное свечение, она еще гладкая немножко, и на нее совсем по-другому ложится материал. Где ты училась, и как училась? я попала к Юхананову довольно случайно и была винашим слушателем на актерско-режиссерском курсе, вот, и три года после школы я там проволандовалась как-то худо-бедно, параллельно срисовывая, значит, открытки, по ночам. И вот, когда мне уже было, собственно, почти 20, я поняла, что мне хочется получить оснащение какое-то техническое в плане рисования, я хочу оснащенность. И пошла в Мухинское училище на подготовительные курсы. Ну, в общем, короче, для меня это был такой интересный эксперимент в рамках моей авантюры того, что я поддельный художник, потому что я приехала осенью в Петербург, записавшись на курсицы и оплатив там их. Я прихожу в эту аудиторию ледяную с этими мольбертами грязными, ну, в смысле, с такими в краске. Вот эта вся атмосфера художественной школы, на самом деле, в которой я никогда почти не была. и там дети, которые, часть из них доучиваются в последнем классе, часть только заканчиваются. То есть, как бы, в основном, там никого не было, как я, короче. У меня был с собой набор того, что было прописано в правилах, что там должны быть краски такие-то, ватман, кисточки такие-то. Вот у меня это все новое, как будто я в первый класс пришла. У меня это все есть. Я сажусь, смотрю по сторонам, как кто что делает, прикалываю этот лист, сижу и понимаю, с ужасом в этот момент, это было ощущение, похожее на то, как тебе во сне снится сон, что ты пришел на экзамен вдруг без трусов, и ты не знал об этом экзамене, но ты уже на нем сидишь. Но это получается, что это было подготовительное только год, потому что что? Потому что школа тебе не нужна. Нет, а потом я стала поступать и не поступила, естественно. Я в середине года пришла на кафедру, в которую я думала поступать, но там мне сказали, что вы вообще обезумели, вы же не приходите в консерваторию и не говорите, я хочу играть на скрипке, когда вы никогда не занимались. Ансельм Кифер это такой пример как бы на стыке какой-то хтони, и абсолютного месива. Я бы на самом деле вот нужно по одному художнику говорить, а они у меня все идут какими-то парами или группами. То есть вот есть, например, Герхард Рихтер, который в периоде вот этого своего абстрактного совсем момента, когда он огромной шпалой просто месил краску на холсте. И вот для меня это как бы Кифер это такой в сторону Рихтера на самом деле человек, потому что это что-то, что выглядит фигуративным. На самом деле это абсолютная абстракция, потому что это просто такое месиво краски, которое само по себе несет какой-то очень мощный духовный такой заряд. Вот эта фигуративность как просто повод, чтобы это все произошло там на холсте. Вот, но для меня его работы, они очень сильно резонируют с какой-то средней полосой, вот эти колеи. Ты выходишь с собакой в поле, и ты видишь там это какое-то вот эти вот абсолютно разрытое что-то такое, вот просто сырая земля, это пасмурное небо, оно все такое рыхлое, абсолютно безжалостное, распахнутое, и оно выглядит как абстракция. Ты вот тоже пишешь, что у тебя не фигуративно, ты считаешь свое... Я портретист. И фигуративный портретист. Меня завораживает лицо человека, и я всегда иду от лица человека. Это не является для меня портретной живописью, грубо говоря. То есть я придумываю какой-то большой цветной объект, который просто как, тоже как пятна этого цвета, и то, что это большого размера, и это переживание зрителя, которое должно быть перед каким-то очень большого размера, объектом цветным, оно для меня как бы важнее, чем психологический портрет, чем вот эта вот вся штука. И поэтому я так это формулирую, наверное. Вот мы сейчас сидим в окружении твоих работ, и у каждой этой работы есть имя. Но вот мне интересно, то есть ты идешь от лица какого-то, который приходит тебе в голову, или это все-таки конкретные люди, потому что портретист подразумевает, что ты пишешь и конкретных людей. На самом деле, это всегда конкретные люди, но есть история, когда мне, например, заказывают портреты, конкретные люди своих, детей, жен или себя, и я к этому отношусь как к институту, в котором я никогда не училась, и как кремесленной части своей работы, которую я честно делаю, как обувь или табуретки, и как бы я просто с любовью делаю какую-то скромную работу. Но когда я рисую свои работы, которые я просто придумываю, потому что я хочу их сделать, мой импульс от того, что я хочу, чтобы они существовали, и все. Я иду тоже от конкретного лица, но это то лицо, которое я нашла. То есть я увидела, я захотела это лицо. И процесс, который при этом происходит, это примерно то, что от этого лица я придумываю работу. То есть не то, что я хочу портрет этого человека, а что я вижу, что вот в этом лице есть что-то такое, что от него я придумываю эту картину. Поэтому, конечно, все эти названия сохраняются именами этих людей, потому что они очень важны, они главные в этом. Нельзя не сказать, конечно же, о Фройде, моя Библия, и абсолютно на меня очень важно повлиявшей, который тоже в основном рисовал портреты. Как ни странно, из того, что я делаю, очень мало похожего на него. Потому что у него очень часто такие портреты тела. Не просто портреты, а портреты просто тела еще. Да, он рисовал, особенно во втором периоде своего. У него было два радикально разных периода в жизни. Первый, когда это было такое гладкое письмо, плоское. А второй, когда он начал как раз как Ансель Микифер смешивать, делать такие просто какое-то месиво. Краски очень тяжелые такие. И его портреты стали как бы безжалостней. И он стал рисовать людей, как... То есть он рисовал, он очень любил животных, рисовал свою собаку, как она валяется, такая голая. И также стал рисовать людей. То есть они, как бы... У него очень много обнаженных портретов людей, причем самых неконвенциональных как бы форм. Но меня больше интересует медиум, конечно, в этом. Именно то, как он писал. И то, что это... Вот в этой второй половине его жизни как из тюбика просто. Это краска с такими коми. Просто как бы... Вот кисточка, как будто она больше... У него нет вот такой вот тоненький. У него как будто... Такой вот прям малярный. Но в этих работах для меня нет никакой тяжести. У него почти нет ярких цветов. Они все разных... Там 50 оттенков серого. Все это очень много разных серых. И какой-то вот этого коричнево-серой такой гаммы. Они для меня все ужасно легкие. При том, что Фройд дико брутальный и дико тяжелый. Как бы... Такой, да, серый. И все такое. У него ужасно свежий цвет. При этом. То есть вот ощущение ужасно свежее от его холстов, от его работ. Ну, я на это смотрю. У меня просто слюни. Типа, я не знаю, как это объяснить. Чувства просто какого-то счастья от того, как они совершенно не депрессивны для меня. Давай поговорим. Мы все-таки на выставке, на твоей выставке, да? Скажи, пожалуйста, в институте искусствознания, ну, не самое место такое выставочное. Очевидное. Очевидное, да. И вообще очевидное для выставки, может быть, для твоих работ тоже не самая очевидная. Вообще, занимаешь ли ты своим каким-то продвижением, вообще вот этой вот жизни, какими-нибудь художественными амбициями? Ого. Как очень многие сейчас же озабочены своей вот такой судьбой и карьерой тоже в том числе. Есть ли у тебя такое? Ой, я ужасно озабочена, но я ничего не делаю вообще, не понимаю, как это устроено. Это самое. Я просто, поскольку я кинематографист изначально, я в киношной среде и как бы там как-то по-другому происходит, я совершенно оторвана от московской арт-тусовки, например, российской. Единственный мой такой куратор по жизни это Андрей Бартенев, который просто как-то меня выхватил и начал меня выставлять в групповых выставках сначала, а потом я сделала в галерее здесь, на Таганке, которая была его как бы вотчина. Сделала две персональных выставки с интервалом в пару лет. Вот. И для меня это просто очень важные какие-то этапы, потому что все-таки сделать персональную выставку это какое-то очень... В общем, ну что я вам буду объяснять. И я вот этим летом, собственно, прошедшим сделала проект «Миррид Харт», который называется у меня, про вот эти... Где куча портретов женщин, зеркально отраженных. Как бы портрет, групповой одиночный портрет, я это называю, где люди раздробленные сами с собой. Это именно выставка-выставка была, то есть это в белом нейтральном пространстве галереи выставлены картины. И директор Института искусствознания Наталья Владимировна Сиповская как-то увидела эти работы и позвала меня выставиться у нее в институте, потому что они проводят тут выставки. Летом я пришла посмотреть это место и понимаю, что я не могу эту выставку сюда перенести никак, потому что это совершенно другая история. И тогда я поняла, что единственное, что я тут могу сделать, это вот как раз сайт-специфик инсталляцию, потому что... Ну, то есть я к этому отношусь как к сайт-специфику. Это не выставка портретов, а это такая инсталляция, поэтому я подобрала... На самом деле тут лица довольно похожие, одного типа, вот такие полудетские какие-то лица, очень юные, то есть у них очень сильная юность, и при этом это такие яркие, холсты цветные, и все они довольно большого размера. В этой инсталляции, внутри этого очень старого особняка, который пережил пожары, и как бы он просто такая очень академическая среда какая-то. И это инсталляция про то, как эти лица совершенно такие, что они смотрят через дом, как бы смотрят на тебя. Вообще, если говорить о лицах, то ты преимущественно все-таки пишешь юность, молодость, или сейчас как-то это меняется? У меня, например, я просто... Я такое количество людей нарядила, просто кто-то раньше, больше 500 человек, на самом деле. И, конечно, я рисовала пожилых людей, я рисовала, например, 20 человек из Гоголь-центра. У меня был проект, который тоже был... У них была выставка на день рождения театра, ну, это было там лет 5 назад, наверное. С Кириллом Серебренниковым мы придумали, значит, нарисовать 20 человек, и там как бы все совершенно разные люди. Потом я ездила в Residence Mano Contemporary в Нью-Джерси, и там я рисовала проект, это прям подряд у меня было, то есть я получил, что я за 3 месяца нарисовала 40 человек. Как съела, можно сказать, Кробин Бобин. Вот, потому что я поехала после... Нарисовала 20 человек в Гоголь-центре совершенно разных, мужчин, женщин разного возраста. И потом я уехала в Нью-Джерси, и там у меня был проект, который мне зааппровали, это 20 человек работников галереи. То есть у меня получилось, что это такие... как-то... близнецы проекта, который для меня даже как один был такой. То есть я из Москвы перелетела туда, и там еще 2 месяца небольшим рисовала. Еще 20 человек. И там как раз вообще много пожилых тоже, художников, ассистентов, и... тоже, ну, не только пожилых, но и совершенно вообще разных людей. И мне в этом смысле интересно любое лицо. Просто так получилось. Ну, например, здесь, то есть я вот чувствовала, что под эту инсталляцию мне нужны юные. У меня проект моей мечты следующий, потому что у меня был проект 100 детей, действительно. Я нарисовала 100 детей по всему миру, там, по 10 детей из разных стран, когда путешествовала и специально ездила, и рисовала тоже уже 10 лет назад это было. Вот. И у меня... к нему есть проект 100 стариков, который я мечтаю сделать. Я пока не понимаю, когда просто я это сделаю, потому что это нужно подстроить как бы пару лет жизни своей, то, чтобы ездить, находить этих людей, еще и рисовать их, еще где-то это все хранить. Пятый, я прям специально его заготовила, последний. Конечно же, это Алекс Кац. Ну, как можно про него не сказать? Это американский художник, живописец, который, ну, принято называть, что он поп, что это поп-арт, но я, честно говоря, не уверена. Кац рисовал очень такие... И рисует, он до сих пор жив, этому чуваку 90 с чем-то лет, он продолжает работать каждый день и рисует огромные работы, то, что он называет surface, это огромные портреты, в основном тоже, очень ярких таких анилиновых цветов, всегда очень большого размера, и они выглядят очень простыми, но на самом деле, как и он в интервью тоже в одном говорит, то есть вы знаете, как дорого дается эта простота, то есть они как... Это как какой-то удивительный... Ну, как дизайн, как одновременно, как какая-то сверхдисциплина такого выбора, такой графики, то есть у них такая графика этой простоты, невероятная дисциплинированная графика простоты, которая выглядит, как что-то очень элементарное, где просто покрашена прям поверхности... Да, там такие локальные цветы везде. Везде локальный цвет, везде это все как вырезано, как аппликация, но на самом деле, если к этому присмотреться и попытаться понять, как это сделано, это просто дорогого стоит, то есть для меня это какой-то пример удивительной чистоты работы, и главное... Вот как раз это мой главный выхновитель по поводу большого размера работы, то есть мне всегда настолько нравились большие, огромные объекты, и особенно, когда это человеческое лицо, потому что это имеет какой-то отдельный эффект, вот лично для меня, что это как бы маленькое лицо, оно смотрит на тебя такое огромное. Я жила на водном стадионе, на съемной квартире, у меня не было никакой студии, а я просто рисовала в этой квартире, в одной из комнат, в которой я снимала, вот, и я придумала работу, и просто так придумалась, что я понимаю, что... Ну вот она большая, она типа там 5 метров, ну просто она так... Нет, пытаешься ее уменьшить? Ну нет, она не может быть меньше, это просто огромная такая цветная штука. Тогда не было Леруа Мерлен, ничего не было, я поехала, наняла газель с водителем, поехала на строительный рынок, купила там эти... Я тогда не работала на холстах, купила там эти ДСП каких-то, потому что они оказались единственными таких форматов, которыми нужно, мне выпилили, там это был триптих, все там 6 метров, там это пиздеца, как бы все это выпилили, вот, и мы везем с этим водителем обратно, и я понимаю, что мне стыдно ему сказать, для чего это, и я ему наврала, что я делаю ремонт, вот, и мы везем, и в момент, когда мы подъезжаем, меня просто охватывает кактонический какой-то ужас, оказывается, что они не влезают в подъезд даже, не то, что грузовой лифт, они просто не проходят по своим габаритам, никуда, никаким образом, мы едем рядом в гаражах, на водном стадионе, находим каких-то мужиков, которые нам, мне приходится все-таки перепридумать это поменьше, они пилят нам это все на части, мы это все с грузовым лифтом нанимаем еще какого-то дворника, который помогает нам, мы все это тащим наверх, все эти люди думают, что я делаю ремонт, потому что самое ужасное, что я могу представить, если они узнают, для чего это, потому что это просто полный апокалипсис, они меня линчуют прямо на месте, этими же ДСП просто задавят, и вдруг у меня такое в голове, Алекс Кац, нет, если что, это должно быть большого размера, оно должно быть большого размера, потому что вот Кац мог, и значит, и я буду тоже. Ну, в общем, эту выставку уже нельзя посмотреть, но я думаю, что после такого выпуска вы будете следить за Щегловой, следить за московской афишей, ее следующие выставки мы обязательно вам покажем. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok